Здравствуйте! Мы уже рассмотрели ряд примеров на правила дифференцирования сложной функции. И теперь, я думаю, уже можно показать формулу, по которой мы и осуществляем дифференцирование сложных функций. Допустим, нам дана функция f . Она равна h . Эту запись вы уже встречали в теме сложных функций. Согласно правилу дифференцирования сложной функции, производная функции f' равна производной вот этой внутренней функции, то есть g' умноженной на производную внешней функции. Обратите внимание, что это будет не просто производная а' , это будет а' . Вот так выглядит формула, по которой мы дифференцируем сложную функцию. А теперь давайте решим несколько заданий на применение этой формулы, как мы делали это раньше. Для того, чтобы вы окончательно во всем разобрались, предположим, что функция f равна х в квадрате плюс 5х плюс 3. И все это в пятой степени. Давайте сначала определим, где здесь h и где g . Где f мы уже знаем. Итак, g это вот эта внутренняя функция. Давайте запишем. g равно х в квадрате плюс 5х плюс 3. Вот это выражение будет g . А где здесь будет функция h ? А функция h будет равна х в пятой степени. Потому что если мы возьмем функцию g и подставим вместо х вот сюда, то получим исходное выражение. еще раз. f равно h . А согласно правилу дифференцирования сложной функции, производная функции f , но перед тем, как записать производную функции целиком, давайте вычислим, чему равны производные функции g и h . Я здесь отделю, потому что мало места. Производная g' равна 2х плюс 5, поскольку производная 3 равна 0. А чему равна производная h' ? Итак, h' равна 5х в четвертой степени. Таким образом, правило дифференцирования сложной функции гласит, что производная вот этой сложной функции… Я делю вот это все. Итак, производная всей функции равна g' , т.е. 2х плюс 5 умножить на h' . Чему равна h' ? h' равна 5х в четвертой степени. Но нам нужна производная функции h' . А h' равна 5 умножить на g в четвертой степени. А мы знаем, что g у нас вот это выражение. А значит, здесь мы пишем 5 умножить на х в квадрате плюс 5х плюс 3. И возводим это в четвертую степень. Давайте рассмотрим еще один пример. Запишем еще раз. Если f равно h , то производная этой функции f' равна g' умножить на h' . Переходим к примеру. Допустим, нам дана функция g равна х в седьмой степени минус 3х в минус третьей степени. А функция h предположим равна… давайте возьмем совсем несложную функцию… х в минус десятой степени. Чему равна в данном случае функция f ? f это h . Вы наверняка встречали подобную запись, когда изучали сложные функции. Итак, h равна… Мы сейчас берем функцию g и подставляем ее вот сюда вместо х. Итак, это равно… мы записываем вот это выражение… х в седьмой степени минус 3х в минус третьей степени. И все это выражение мы возводим в минус десятую степень. Только что мы записали функцию f . А теперь нам нужно выяснить, чему равна производная f' . Согласно формуле дифференцирования сложной функции, f' равно g' умножить на а' . А чему равна производная g' ? Это очень просто. Итак, g' равняется 7х в шестой степени. Минус 3 умножить на минус 3 – это 9, значит, плюс 9х в минус четвертой степени. Это у нас g' . А затем мы должны умножить на h' . Чему равна производная h' ? Вычислить это легко и просто. h' равно минус 10х в минус одиннадцатой степени. Но нам нужна производная h' . Чтобы ее найти, нам нужно вместо х подставить функцию g . А значит, мы можем записать умножить на минус 10, а здесь у нас будет что-то в минус одиннадцатой степени. Сюда мы записываем g , то есть х в седьмой степени минус 3х в минус третьей степени. Это и есть ответ. Производная f' равна производной внутренней функции g' , умноженной на производную так называемой внешней функции. Здесь вместо h' будет уже производная функция h' , а вместо х будет g . Давайте разберем еще один маленький пример. Предположим, что f равна 5 умножить на минус х в восьмой степени плюс х в минус в восьмой степени. И все это в пятой степени. Нам нужно выяснить, чему равна производная функция f' . Чтобы это сделать, мы берем сначала производную внутренней функции минус 8х в седьмой степени минус 8, поскольку здесь у нас отрицательный показатель степени. Значит, минус 8х в минус девятой степени. Теперь мы еще умножаем на производную вот этой внешней функции. Умножить на 25 умножить на что-то в четвертой степени. А этим чем-то будет вот это выражение. Минус х в восьмой степени плюс х в минус восьмой степени. Вот мы и нашли производную функцию f' . Мы, конечно же, можем еще упростить умножить выражение в первых скобках на 25. Я надеюсь, что с каждым уроком вы будете все лучше и лучше понимать, как работает правило дифференцирования сложной функции. А на сегодня все. До скорых встреч!